Аплодисменты 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 Женщины ведут себя всегда веселее. Это эмоции, их надо выплеснуть. Я заметил, если на концерте женщине смешно, она будет смеяться, будет хохотать на всю сумму билета. Да? А мужчина смотрит, смеется кто нет. Пусть деньги пропадут. Лишь бы с открытым ртом никто не сфотографировал. У меня недавно на концерте мужчина смеялся громче всего зала, но так с легким опозданием сидел в конце зала, и так все смеются, а он... Все смеются. Я говорю, мужчина, дальше селит, дольше доходит. Рядом с ним товарищи. Не, он плохо слышит, я ему ваши шутки пересказываю. Наши люди на концерте реагируют каждый раз по-разному. Невозможно просчитать реакцию зрителей. Однажды у меня был бенефис, были съемки, такое настроение, единение с залом. Я спускаюсь в зал, говорю, люди, вы знаете, такое настроение, я бы вас всех сейчас просто расцеловал. Такой женский голос. В чем проблема? Я не успел сориентироваться, подскакивает женщина, как начала меня расцеловывать. Я стою как школьник, который задание не выучил. Ну, когда сам не ждешь, да, обычно ты атакуешь, а тут такая атака, я стою весь в помаде, зал смеется, она возвращается назад, говорит, девочки, я проверила. Настоящий. Я не понял критерий проверки. Стою так же, растерямшись, что со мной бывает редко, и говорит, девушка, женщина, как вас зовут? Она, Люся. Говорю, просто интересно, где вы работаете? Она говорит, на мясокомбинате, забойщик скота. И я понял, что она не врет. Потому что, когда целовала, держала, знаешь, за холку так не увернешься. Но наши зрители, в отличие от импортных, совершенно другие. Мне есть с чем сравнить. Я несколько лет жил за границей, вот, выступал там, исключительно перед иностранцем. У меня была программа без слов. Я играл на дровах, на топорах, на самоварах. Все было понятно без переводчика. И знаете, первый шок я получил в Германии на концерте. Никто не предупредил. Я вышел, все, идет номер. Вдруг они так, ву-ву-ву-ву, начали топать, улю-люкать. Я растерялся. Потом мне сказали, что в Германии, если людям нравится, они вот именно так реагируют. Ву-ву-ву. Но здесь самое главное, не перепутать импортное ву-ву-ву с нашим. Наши люди более скромные. На Западе там, если человек купил билет, он чувствует себя чуть ли не спонсором мероприятия. Даже он если опаздывает, он заходит так. Наши люди, если опаздывают, они ведут себя как партизаны, чтобы не помешать. Знаете, забавно бывает смотреть, как человек старается пройти незаметно по первому ряду. Знаете, идет так, крадется так потихоньку. Идет такая легкая кража. Обычно зал просто реагирует. Ну, нам это на руку, тем, кто занимается юмором, уже сразу хорошее настроение. Но на Западе коммерческая жилка, она превалирует. Вот человек купил билет, и он готов на эту сумму сделать все, что ему предлагают. Вот если ты вызываешь кого-нибудь из зала, да, за границей, и говоришь, можно вас? И куда рукой показал, весь сектор стоит, все лезут, все хотят, понимаешь? У нас нет. У нас, показываешь, можно вас? И вот куда рукой показал, все, какой потолок, слушай. Ремонт еще лет 10 можно не делать. И лампы какие. Пока держишь, люди все смотрят вверх. Наш народ более скромный. Я на женской скромности даже строил одну миниатюру. Она называлась «Первое любовное свидание». Я вызывал из зала девушку. А наши девушки, они более целомудренные, такие, знаете, вот. Одну вызвал, она не хотела. Я сделал все, чтобы она вышла. Практически вытащил ее на сцену. Она стоит, растерялась, все. Я говорю, ну, как у вас настроение? Она сама себе так. Я говорю, что будете делать на первом свидании? Она опять сама себе. Я сейчас потеряю сознание. А внутренний голос мне говорит, а она не шутит. Я говорю, да ладно. И она падает. И я ловлю ее у земли, а внутренний голос говорит, а я тебя предупреждал. Хорошо, что был занавес. Я кричу, занавес, антракт, зал, аплодируют, думают, подсадная. Как классно сыграла потерю сознания. Все довольны. Хорошо у нас была медсестра за кулисами. Ну, так просто совпало. Ну, сразу на шатырь ей все. Ну, открыли трехлитровую банку. Ну, она сразу вернулась куда надо. Хорошо, что ее парень тоже был в таком же состоянии. Тоже дали ему на шатыря нюхнуть. Я говорю, ну, как вам? Концерт-то нравится? А они, да. С парнем повезло. Был бы покрупнее, посерьезнее. Сейчас бы ничего здесь уже не рассказывал. Надо сказать, что от женщин зависит в жизни все, это мое мнение, да, на концерте в том числе. Погоду на концерте делают женщины. Во-первых, не знаю, может, на моих концертах женщин всегда больше. Я понимаю, почему. Я видел, как у афиши моего друга, он тоже юморист, стояли муж с женой. И жена мужа говорит, Коля, кто приехал? Колька, смотри, кто приехал? Как я люблю, Коляшка, Коляшка. Он легче, легче. Ой, Коля, ой, Коль, пойдем за билетами. Он, Зин, я вообще его не люблю, я его не перевариваю. Пойдем, поржешь, я сказала, полюбишь по ходу, переваришь на месте. И вы знаете, как показывает практика, в каждом зале есть такой Коля, которого привели. Я на одном концерте говорю, я сейчас приведеныша, я даже вот вычислю. И пошел взглядом по рядам, и один мужик так, э-э-э-ть, затаился, говорю, как зовут он? Коля, там просто была истерика. Я, когда выступаю, люблю видеть лица, люблю видеть взгляд, да, зрителей. Для меня это важно. Хотя, очень многие мои коллеги просят, чтобы зал затемнили, никого не видеть. С одной стороны, это техника безопасности, серьезно, да, в другой раз так, радуешься все, и нарываешься на такое лицо, сидит человек, думаешь, сейчас обрез достанет, и конец мероприятия. Но я стараюсь такого человека развеселить. Я вот выбираю себе цель вот такого, знаете, серьезного зрителя и начинаю на него работать. Был случай, у меня дедушка сидит, такой взгляд, но я сразу понял, я таких уже знаю. Чувствую точно, был вахтером в женском общежитии. Я за свою жизнь навидался таких охранникам. Сидит все, я думаю, ничего, дедуля, у нас впереди полтора часа, я и так, и этак, и сюда, направо, лево, чуть ли не подъем переворот, он сидит еще, еще просто, еще агрессивнее. Я расстроился, концерт закончился, но не смог я его никак завести, этого дедушку, захожу в гримерную, наливаю целый стакан, чая, чая, исключительно чая. Открывается дверь, летают мои друзья, Ген, мы были на концерте, так понравилось, мы тебя не предупредили, просто решили сделать сюрприз, хотели пообщаться, но не получится. Я говорю, почему? Да мы пришли с дедушкой, а он забыл слуховой аппарат, он злой, как собака. Я понял, что не все еще потеряно. Друзья, вы знаете, когда я поступил в театральный институт, наш дорогой учитель, Исаак Роман Штогманд, сказал фразу, которую я взял на вооружение, он сказал, дети мои, неважно, кто сидит в зале, какого достатка люди, какое у них настроение, главное, что они пришли, и постарайтесь их не разочаровать, и сделать для них праздник. Друзья, с праздником вас, с праздником жизни! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!